Все главное сейчас. Уже не самый богатый, но тем не менее по-прежнему губернатор Турской области. Вадим Сергеевич, здравствуйте. Большое спасибо, что вы к нам пришли. Спасибо, что вы пришли. Уже слушатели активно вам пишут. Я хочу сказать, к их вопросам мы подключимся чуть позже. Много интересует. Я пока призываю наших слушателей продолжать писать. Вопросы мы отведем отдельные 10 минут, наверное, эфир. Да, пишите смс плюс семь девять два пять сто один сто семь и ноль через сайт русновость.ру. Зеленая кнопка задать вопрос в прямой эфир. Надо сказать слушателям, что потом я распечатаю все вопросы персонально, пообщаюсь с каждым. Даже так? Это да. Тогда пишите по смс, потому что там отображаются ваши мобильные телефоны. Я проследила за вашим твиттером. Вы активный пользователь социальных сетей. Насколько я поняла, особенно твиттер, там 36 тысяч подписчиков. И большая часть твитов посвящена тому, что детские площадки в городе делаются, как работают школы, как работают предприятия. То есть очень мало личного я там увидела. В основном он рабочий. Ну это же личный твиттер губернатора Тульской области, а не Владимира Груздева. Поэтому, безусловно, он отражает, прежде всего, мою деятельность как губернатора Тульской области. И, соответственно, он информирует жителей о тех событиях, которые предстоят. Ну и о тех, может быть, делах, которые были сделаны. Ну и мне кажется, это, наверное, правильный формат общения, потому что я занимаю государственную должность Российской Федерации, высшего должностного лица региона. Поэтому, мне кажется, здесь должна быть определенная сдержанность. Ваш регион, он, знаете, в рейсингах всегда, вот он и не самый первый, и не последний. Крепкий середнячок, как говорят про такие регионы, развивается. Вместе с тем используется очень активно фраза «тульское экономическое чудо». У вас высокие темпы роста в регионе. С чем вы это связываете? И вообще, какие самые приоритетные для Тулы сейчас эти моменты? На что, прежде всего, ориентируйтесь? Да, спасибо. Очень, на самом деле, важный для нас вопрос. Потому что, действительно, Тульская область по большинству показателей, то есть, если смотреть на итоговые рейтинги, находится в серединке таблиц, многих таблиц и рейтингов. Но есть позиции, по которым мы, действительно, являемся одним из лидеров, входим в десятки. Это, в том числе, экономический рост, рост поступлений собственных доходов. Но есть и позиции, которые, конечно, нас очень серьезно беспокоят. Это, прежде всего, по вопросу демографии и продолжительности жизни. Так сложилось, что Тула, как город, который находится в непосредственной близости от московского региона, то он, конечно, подвержен очень сильному влиянию центробежной сели Москвы и Московской области. И, конечно, очень активно последние 25 лет забирали многих специалистов. И вот задача власти, она состоит в том, чтобы, так сказать, создать новые рабочие места, чтобы удержать людей на своей территории. И уже за счет тех налогов, которые будут поступать дополнительно в доходы Тульской казны, развивать ту инфраструктуру и, прежде всего, конечно, социальную инфраструктуру. Очень активно в этом нам помогают майские указы президента Путина, потому что, действительно, они направлены, прежде всего, на качественное улучшение жизни туляков. И это не только вопрос роста заработной платы бюджетников, врачей, учителей, работников культуры, что само по себе очень важно. Но это и, что самое важное, переход на качественное оказание услуги. То есть, качественное оказание медицинских услуг, качественное оказание услуг образования, услуг культуры и так далее. То есть, вот, выполнение, четкое выполнение указов президента до 2018 года должно как раз на территории региона создать подобного рода условия. То есть, майские указы выполнимы, да? Просто многие говорят, что они неисполнимы. Вы знаете, глаза боятся, руки делают. Могу привести несколько примеров. Вот, например, средняя заработная плата врача в Тульской области сегодня составляет чуть менее 39 тысяч рублей, 38 с половиной тысяч рублей. А задача по достижению заработной платы, которую мы должны достичь в 2018 году, расчетная задача, это 75 тысяч рублей. То есть, эта задача, ну, существенная, вы прекрасно понимаете, что, так сказать, рост, да, более чем вдвое, да. Ну, а начинали-то мы вообще с 25 тысяч. А это у нас, когда говорят о зарплатах врачей, всегда врачи просят уточнить, сколько ставок нужно работать, чтобы вот эту среднюю зарплату получить. А указы говорят о том, что врач должен работать, заработная плата врача должна составлять на одну ставку, да. То есть, но вопрос в том, что комплектованность врачами в регионах сейчас, ну, примерно 65% от той нужды, которая есть. Поэтому это вопрос сближения, так сказать. И, в принципе, эффективно врач может работать на полторы ставки. Больше маловероятно, потому что в противном случае уже качество оказания медицинской услуги, оно снижается. И ведь, понимаете, вот, когда говорят о здравоохранении, это не услуга, это жизнесбережение. То есть, вот качество именно того, как работает наша с вами система здравоохранения, это наше с вами будущее. Именно то, как мы сможем сберечь нашу нацию. И это очень важный вопрос. Смотрите, а какая вообще средняя зарплата по региону? На сегодняшний день 23 400, но мы расчетным методом считаем, что в 2018 году мы должны подняться примерно на 36 тысяч рублей по средней заработной плате по региону. 36? 36, да. На половину примерно будет увеличено? Ну, это от сегодняшнего уровня, а от уровня, когда мы начинали в 2012 году, это было почти в два раза. Рост почти в два раза заработной платы. Сегодня у нас в гостях губернатор Тульской области Владимир Груздев. Задавайте свои вопросы, вас обязательно подключим буквально через несколько минут. Русская служба новостей. Мы делаем новости. Все главное сейчас. 14.10 в Москве. Мы продолжаем. В студии губернатор Тульской области Владимир Груздев. Владимир Сергеевич, у вас, ко всему прочему, у вашего региона, тесные связи с Украиной. Ну, вернее, как сказать, они имеются. Будем так, наверное, говорить. У многих регионов их нет, у вас они есть. Ну, регионы, южные регионы Центрального федерального округа, они исторически имеют серьезную кооперацию с Украиной, потому что близость непосредственно. Ну, конечно, у нас не такие связи активные, как у Ростовской, Белгородской или Брянской области, которые имеют общую границу с Украиной. Но все равно многие наши предприятия имеют связи именно в рамках коопераций, в рамках оборонно-промышленного комплекса, в рамках других индустриальных проектов. Такие связи есть. Вот ваши предприятия, которые связаны с выпуском транспортных средств, с гражданским машиностроением, они получают заказы и с Украины, в том числе, в связи последних событий, за последние несколько месяцев, насколько я знаю, ну, это открытые данные, упали, упали вот эти вот в процентное соотношение связи. У нас есть одно из крупных предприятий, Белевский Трансмаш, это предприятие, которое готовит определенную номенклатуру продукции для производства колесных пар, и они являются комплектующими для производства колесных пар и полуприцепов на территории Украины. Действительно, события, происходящие на Украине, они повлияли на взаимоотношения этих структур, но само предприятие на Украине, видимо, так сказать, сегодня испытывают не лучшие времена, поэтому они объем заказов снизили. Смотрите, а какие цифры снизили? Это критически, не критически? Отправлены ли люди? Ну, для этого предприятия, пока люди не отправлены, вот пускай люди работают, пока работают полностью, то есть сокращение на предприятии, на Белевском Трансмаш не происходило, но снижение существенное, то есть более чем на 60%. 68%, насколько я понимаю, переформатироваться они будут, вернее, переориентиры менять. С Белоруссией, возможно, связи с Казахстаном. Здесь, понимаете, эти вопросы, которые были исторически, вопросы кооперации, которые нам еще достались из нашего советского прошлого, когда часть предприятий размещались на территории одних республик, а другой производство размещалось на территории иных республик. Но мы все очень надеемся, что украинское правительство все-таки возьмется за голову, прекратит проводить спецоперации в отношении своего народа, и мы надеемся на то, что все-таки связи, кооперации между Россией и Украиной, они восстановятся. То есть это долгосрочный план, да? Вот сейчас пока люди заработают, зарплаты получают, производят меньше, но вы рассчитываете на то, что с Украиной все-таки не порвутся отношения? Мы видим все действия российской власти, направленные на то, чтобы действительно события, которые на Украине происходят, чтобы эти события прекратились, и чтобы украинские власти нашли возможность, наконец-то уже необходимость, я думаю, для общения со своими жителями, со своими людьми. Выборы все прошли, соответственно, инаугурация президента состоялась, поэтому пора властям браться за голову и останавливать тот беспредел, который есть на территории Восточной Украины. Территория Восточной Украины, вы, я так понимаю, вот исходя из этой формулировки, то, что там Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, это не отдельные субъекты, по вашему мнению, это все территория Украины, и она должна остаться? Вы знаете, вы, мне кажется, очень важно, когда вы должны задавать вопросы по зарплате, как я говорю, в функционал губернатора не входят вопросы внешнеполитического характера, это вопросы, которые относятся к федеральному уровню, и поэтому, как-то, так сказать, высказывать, я проявляюсь представителем власти, поэтому я должен все-таки отвечать на вопросы, на которые я... Просто из вашей формулировки я могу сделать выводы о вашем мировоззрении. Вы знаете, еще раз говорю, что мне кажется, очень важно, чтобы я отвечал на те вопросы, если вы задаете мне как человеку вопрос, это один вопрос, если как губернатору, то я должен... Можно как человеку вам задать? Слушай, ну, как любой человек, конечно же, я очень сильно переживаю за то, что происходит. Хочу сказать, что у нас в Туле в субботу состоялся митинг, антивоенный митинг, да, который был направлен именно на то, чтобы, так сказать, призвать власти Украины тому, чтобы они взялись за голову и уже остановили тот беспредел, который происходит. Ну, послушайте, ведь вот вы коснулись регионов, которые граничат с Украиной, там существенный, так сказать, поток беженцев, и я хочу сказать, что это не какая-то там информационная, так сказать, информационная, не какая-то информация, это реальность. Потому что сегодня беженцы начали поступать уже и к нам в Тульскую область, а мы все-таки 500 километров от украинской границы. А что вы делаете для того, чтобы принять этих беженцев? Размещаем людей, размещаем временное размещение, дальше помогаем им, в том случае, если они хотят получить российское гражданство, помогаем им получать российское гражданство, а дальше будем трудоустраивать, помогать жильем. Это и становятся наши жители, соответственно, мы уже должны полностью нести ответственность за этих людей. На сколько людей вы рассчитываете, сколько готовы привести? Они сколько готовы, мощности сколько позволят. Вы знаете, мы на сегодняшний вот в порядке, такой вот, может быть, первоочередной, в первоочередном порядке, мы готовы разместить до 5000 человек. Но пока это у нас десятки людей, десятки. Пока не сотни, да, даже не сотни. Но еще раз повторяю, мы находимся в 500 километров от украинской границы, от российско-украинской границы. Вот смотрите, следующий вопрос вытекает с того, о чем уже сказали. Вы хорошо зарабатываете, я знаю, что благотворительностью тоже занимаетесь, там, по крайней мере, в интернете пишут, что 250 миллионов в год выделяете на благотворительность. Миллионов? Да, а у нас так... Ну, вы знаете, по-разному я... Хорошая. Бывают разные, так сказать, иногда чуть получается, может быть, больше, иногда чуть меньше. Но есть проекты, которые мы для себя с семьей приняли решение финансировать в Тульской области, благотворительные проекты. То есть это строительство детских спортивных площадок, вот ежегодно более 100 детских площадок мы устанавливаем в Тульской области. И вот по итогам этого сезона у нас уже будет больше 350 детских площадок. Это спортивные площадки-воркаут для занятий такими силовыми занятиями спорта, уличными. Таких площадок вот тоже. В этом году мы 12 поставим, уже будет их почти 20. То есть вот это, прежде всего, те проекты, в которых нуждаются простые жители в ежедневном порядке. Ну и есть еще проекты, которые направлены на поддержание многодетных семей, в которых воспитываются дети-инвалиды. Таким семьям тоже мы ежегодно приобретаем квартиры в Тульской области. А если говорить сейчас как раз-таки о людях на юго-востоке Украины, если говорить о тех, кто сейчас пострадал, очень многие оказывают помощь, простые люди. Вот вы как-то уже выделили у себя в графе расходы, там какой-то процент для помощи. Ты спрашиваешь сейчас, как у губернатора или как у личности? Как у человека, потому что выделяет же не губернатор, а личные средства. Да, в данном случае, да, поэтому совершенно верно. Здесь вы правильно. А вы ответите сразу из-за губернатора тоже. Будет ли какая-то помощь в области? Вот все, что касается выделения помощи от структур власти, то это четко у нас регламентируется бюджетным кодексом. Бюджетный кодекс четко говорит, на что могут быть потрачены средства, на что средства потрачены не могут. Соответственно, оказание помощи не гражданам Российской Федерации, бюджетным кодексам не предусмотрено. Они предусмотрены только для граждан Российской Федерации, и когда мы говорим о региональном бюджете, то жителям, которые проживают на территории этого региона. Что касается меня как человека, то у нас в Тульской области зарегистрировано действует фонд поддержки Тульский Кремль. Это фонд, который оказывал помощь городу-герой Керчи. Это фонд, который ведет благотворительные проекты на территории Тульской области. Этот фонд на сегодняшний день как раз планирует объявить акцию о сборе средств для поддержки жителей Юго-Востока Украины. Это фонд, это не личные средства? Нет, почему? Он же формируется за счет личных средств, которые... За счет ваших личных средств? Не только. За счет средств Тульков, но в которые я тоже регулярно на всевозможные благотворительные проекты направляю свои деньги. Смотрите, вы уже упомянули Керчь и связи с Керчью. Здесь вопрос возникает, не обидно ли жителям Тулы и Тульской области, что вы финансируете Керчь, когда финансирование необходимо городу и области? Во-первых, мы вместе с жителями Тульской области финансируем Керчь. Почему? Потому что помощь и поддержка Тульской области, города-герои Тулы, города-герои Керчи, которые являются городами-героями, городами-побратимами, это, прежде всего, помощь нормативная, то есть это подготовка нормативных документов, это подготовка к переходу на жизнь Керчи по российским законам. Что касается поддержки Керчи за счет благотворительных средств, это как раз те средства, которые выделяют Тульки, ну, каждый то, сколько может. Кто там 10 рублей, кто 1000 рублей, кто 100 тысяч рублей. У каждого возможности свои. Таких средств мы собрали 15 миллионов, и, соответственно, эти средства купили технику по благоустройству у города, эту технику уже передали, она уже работает в Керчи. Уже мы перевезли ее, и она работает уже там. 14 часов 22 минуты. В Москве мы продолжаем. Студия губернатора Тульской области Владимир Груздев. Довольно много звонков к слушателям. Подключимся чуть позже, пока еще несколько вопросов. Владимир Сергеевич, мы уже говорили о финансах, вы очень хорошо зарабатываете, и, согласно списку Форбса, на 79-й строчке среди богатейших бизнесменов России. Во-первых, это корректная информация, но можно доверять Форбсу? Вы знаете, как-то оценивать, обсуждать рейтинги, наверное, смысла не имеет, потому что, если была возможность эпиляции, то, наверное, тогда можно было бы, так сказать, эту тему поднимать. Но совершенно точно некорректно, потому что предпринимателем я не являюсь уже лет 10, поэтому почему у меня Форбс... Ну, продавляя свою долю в седьмом континенте, собственно, как раз. Ну, было, да, уже столько лет назад, и, мне кажется, просто не совсем корректно, ну, включать в список самых богатых предпринимателей, которыми я точно не являюсь. Хорошо. Значит, суммарный доход семьи 990 миллионов рублей, чуть более 990 миллионов рублей за год за минувшую. Ну, за почти миллиард, да? Почти миллиард, да. Раньше было и миллиард, но вот как-то у вас так доходы немножко подупали в последние два года, меньше миллиарда. Кризис. Тем не менее, вот вопрос. Вы уже ранее, там, собрались лететь в космос, например, должны были быть космическим туристом, была такая информация, но так и не удалось вам на МКС попасть, потому что слишком велика очередь, как говорили, и свободные места появятся не раньше 2014 года. Это информация трехлетней давности. 2014 год наступил, не собираетесь в космос лететь? Ну, во-первых, это была информация, опять же, нужно ее доводить корректно даже. Почему? Потому что туристам никогда не собирался лететь. И тогда, работая в Государственной Думе, я как бы, как один из возможных проектов исследовательских, меня интересовал. И ведь эти проекты, они, может быть, в какой-то степени родились после проекта, в котором мы вместе с Артуром Челенгаровым и Соголевичем принимали участие по погружению на дно Северного Ледовитого океана, соответственно, в точке Северного полюса в 2007 году. Российский флаг там установили, капсул для будущих поколений. Был установлен, да, был установлен титановый российский флаг. Ну, это, в принципе, кроме географического открытия, вы прекрасно знаете, что на сегодняшний день очень активно Российская Федерация отстаивает свои интересы в Арктике. Это интересы и военно-геополитические интересы, военные интересы, и в том числе интересы по развитию Северного Москового пути. И, скажем, на сегодняшний день очень активно наши крупные нефтальные компании рассматривают для себя возможность работы на шельфе, Арктическом шельфе. Поэтому, вот видите, есть и определенные результаты. Что касается очередности, о которой вы говорите, действительно такая проблема была, связанная с тем, что именно Российская Федерация обеспечила доставку космонавтов и астронавтов на АМКС. Вы знаете о том, что программа «Шаттл» американская прекратила свое существование. Схлопнулась, как говорят. Да, ну это вот, видите, вы можете так сказать, я так не могу сказать. Вот, поэтому, как обычно, все на русских плечах вытаскивается. И, конечно, именно по этой причине возможности, скажем, выделения каких-либо квот для полета в космос для исследователей, таких квот, к сожалению, нет. И работает только профессиональная сегодня программа. Насколько я понимаю, она, правда, остается профессиональной. Так вы оставили эту мечту, уже не прорываетесь в космос, правильно? Вы знаете, у каждого человека есть какая-то своя мечта. Сейчас у меня есть задача, и в которой, к сожалению, или к счастью, но это так, как есть, в которой нет возможности для реализации этой мечты. У меня есть задача эффективно организовывать работу органов государственной власти на территории Тульской области. Это задача, которой я на сегодняшний день занимаюсь. Нас возвращают тут слушатели к деньгам. 54-й. Где лечатся и учатся ваша жена и дети? У вас трое детей. Трое детей. Где они учатся? В России. И учатся, и лечатся. Нет планов отправить на учебу, скажем, в Локспорт, допустим. Ну, вы знаете, тут вопрос такой. Мой старший сын, он учится в университете, да, в России, получает образование экономическое. Младший сын закончил 9-й класс, поэтому они, что называется, принимают решение и советуют со мной. Дочь старшая, она уже взрослая, 25 лет. Она работает активно? Она работает, да, и она в том числе продолжает учиться. У нее такая творческая профессия. Она работает, училась на граффити дизайн, да, то есть графический дизайн, и у нее специфическая такая работа, которая, в принципе, ну, скажем так, требует постоянного образования, и здесь она самостоятельно в своем роде. Вы не будете возражать, если они захотят отправиться за границу на учебу? Есть какие-то принципиальные соображения. Вы знаете, тут очень сложно говорить. Каждый человек понимает, что если он выбирает то или иное направление, да, он, соответственно, берет на себя определенные ограничения и определенные, скажем, вызовы, да. То есть любой человек, который для себя выбрал муниципальную либо государственную службу, он должен понимать, что существует ряд ограничений, как и в любой, кстати, в другой стране, это не только в российской. В российской федерации есть ограничения, да, то есть по тем подходам, которые есть в отношении государственных... Ну, смотри, у нас нет ограничений на выезд за границу пока? Нет, мы не про выезд с вами говорим. Мы с вами говорим о владении зарубежными активами, то есть акциями зарубежных компаний, о наличии вида на жительство, ну и так далее, и тому подобное. Это те ограничения, которые на сегодняшний день есть в законодательстве Российской Федерации, они применяются в отношении всех государственных, муниципальных чиновников. Это нормально. То есть по закону... А у вас были активы за границей? Нет, у меня счетов никогда не было. Никогда не было? Вы сказали счетов, а недвижимость? Нет. Вообще ничего? Никогда. Нет, а смысла не было покупать на себя какие-то, так сказать, вещи, потому что гораздо, может быть, эффективнее, если что-то нужно, там, останавливаться в гостинице или арендовать. А седьмой континент, он всегда пользовался нашими российскими, когда вот вы организовали это предприятие, нашими российскими банками, счетами, или тоже по сложившейся традиции пользовался там кипрскими банками и так далее? Вы знаете, я хочу сказать, что вообще возможность наличия иностранных счетов у нас появилась только в 2000 году. До 2000 года наличие зарубежных счетов для граждан, для всех, подчеркну, граждан Российской Федерации, были связаны только в том случае, если вы учились, либо лечились, да, то есть вот лечение и обучение это то, что разрешалось. То есть было жесткое валютное регулирование. Только с 2000 года у россиян появилось право открывать счета, уведомив налоговую инспекцию. И вот в 2000 году седьмой континент уже работал. Да, конечно. Уже существовал. А где бы вы в 2007 свои продали? Да, да, да. Да, ну вот, соответственно, с нулевого до седьмого года седьмой континент как-то... Седьмой континент это российское юридическое лицо, в котором учредитель был другое российское юридическое лицо, в котором я был учредителем, один из учредителей как физическое лицо. Вы как-то сейчас связаны с этой компанией? Нет. Совсем никак? Не жалеете? Ну, слушайте, тут жалеть, вы знаете, это же как первая любовь, да, условно говоря. Да, первый бизнес, говорит, даже еще сильнее, чем первая любовь. Вот, и на самом деле, конечно, это предприятие, которому посвятил 10 лет, почти 11 лет жизни. Это успешное предприятие, поэтому, конечно, я переживаю, когда, скажем, ну, скажем, мне, мои товарищи или коллеги говорят, что вот они не очень довольны тем качеством услуг, которые предоставляет им компания. Меня это, конечно, немножко беспокоит, потому что идеология создания компании в принципе была другой. Ну, и название компании отсюда появилось, именно седьмой континент, да, континент в шесть, а это вот, условно говоря, такая... В общем, беспокоить беспокоит, но связи никаких, финансовые беспокоит. Да нет, беспокойства тоже особого никакого нет, это вопрос, 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 еще раз повторяю, это, это первая... Вы обещали, что чуть меньше будем говорить о деньгах, чуть больше... Нет, мы как раз давайте говорить как можно больше о деньгах, но не о личных деньгах губернатора Груздева, а о деньгах Тульской области, о тех мероприятиях, которые делает губернатор Тульской области Груздев, для того, чтобы денег туляков и жителей области стало побольше. Это важно. У вас сейчас развиваются связи с Китаем, объясните, почему с Китаем, почему не с Францией, допустим, почему не с Европой, почему в сторону Китая. Вы знаете, мы рады всем инвесторам, вне зависимости от их национальности вероисповедания, мы заинтересованы в том, чтобы на территорию Тульской области приходили современные технологические и, что очень важно, экологически безопасные производства. Поэтому мы очень активно изучили опыт развития современных индустриальных зон, которые есть не только в нашей стране, на Западе и в Китае, и на сегодняшний день сформировали шесть таких индустриальных парков. Один из них индустриальный парк в городе Узловая, который почти 2500 гектаров. И один из первых резидентов этого парка будет, соответственно, компания Great Wall, которая уже в этом году начнёт строительство автозавода, завода полного цикла. И в 2017 году мы планируем получить первые внедорожники, которые будут производиться на территории Тульской области. И мы с вами, соответственно, увидим ещё одного российского, подчеркну, российского производителя в автомобиле. Это будут автомобили, которые будут собираться по технологиям, китайским технологиям, на территории России. Предполагается, что появится 10 тысяч рабочих мест с зарплатой в 30 тысяч рублей. Почему... Значит, только этот производитель, на базе этого производителя у нас должно быть создано 2700 рабочих мест в два этапа. Будет он производить 150 тысяч внедорожников городского, типа так называемых паркетников. А вообще, индустриальный парк Узловая – это размещение от 15 до 20 тысяч новых рабочих мест. Это будет зависеть от того, какого рода инвесторы производства будут размещены. Потому что есть очень капиталоёмкие производства, но с небольшим количеством работников. А есть менее капиталоёмкие, но с большим количеством работников. Поэтому мы на сегодняшний день для себя определили основные параметры. Это экологическая безопасность, это предприятия, которые нам дают современные технологии, нам, как Тульской области и Российской Федерации. Это те предприятия, которые могут создать высокотехнологичные, высокопроизводительные рабочие места. И это не только вопрос зарплаты. Я думаю, что, конечно, он должен быть выше, чем 30 тысяч рублей. А прежде всего, это вопрос добавленной стоимости. А сколько он должен быть, этот размер? Если вы посмотрите на опыт, допустим, той же Бельгии, то та же Фландрия, которая на сегодняшний день очень активно развивается, это вопрос о современной, новой индустриализации. Только современные производства, средства производства могут вам дать дополнительный, дополнительный, существенный добавочный капитал. А что касается зарплаты, вы сказали, 30 тысяч, это мало, а сколько должна быть? Какая должна быть зарплата? Если мы с вами будем говорить о том, что добавочный капитал на одно рабочее место должен быть не менее миллиона рублей, то, соответственно, заработная плата это порядка не менее, чем 50 тысяч рублей. Как называется внедорожник? И встали ли вы уже в очередь на его получение? Ну, я думаю, что мне разрешат купить его без очереди. Так. А с названием марки, компания Great Wall, она определяется. Сообщение читаю, 65-й пишет, просит вас, попросите Атанова ЕВ больше бывать в Богородицке, вам будет легче, а жителям лучше. Удачи вам, Александр. Да, спасибо, Александр. Да, действительно, у нас... Не знаю, кто такой Атанов, но, видимо, вы поняли, да? Атанов это представитель областной думы, Тульской областной думы в сайте федерации, и действительно Богородицк требует дополнительного внимания, потому что, ну, как-то, так сказать, у местных властей не все получается, и мы стараемся, чтобы местные власти все-таки как-то более активно занимались вопросами благоустройства, ну, и решения насущных проблем жителей. 218-й живописец просит помочь организовать выставку в Туле и Керчи, и, соответственно, вы же все телефоны эти получатся, и в вашем области 218-й мы передадим, да? Вы знаете, отлично, да, и хочу сразу, пользуясь возможностью, сказать, что телефон прямой, линейный, круглосуточный, по всем вопросам вы можете обращаться. То есть, в принципе, можно сейчас даже вот эту смс-ку вам не передавать, да? Почему? Мы передадим, вы мне передадите все смс-ки. Все, хорошо, договорились, да. 94-й пишет, Веневский район. Так, дайте я телефон-то продиктую. А. 8 800 200 ровно 7102. На сайте же есть это все. 8 800 200 ровно 7102. Так будет удобнее. И, да, и мой адрес электронной почты груздевсобачка.тула.регион.ру У вас сейчас свой сайт груздев.ру? Груздев.ру тоже можно. Вы уже сказали про связи с Китаем, а что с другими регионами России? Вот если про Россию, вы ведь сами из Королёва, ну, вернее, из Болшева, это Королёв. На сегодняшний день, да, это юбилейный, который будет реорганизован. В единый город с Королёвым. Да, образование, городской округ Королёв. Это наукоград, у которого дела идут не слишком хорошо. Я просто живу в Королёве, я неплохо знаю вообще этот город. Вот вы как-то взаимодействуете с Подмосковьем? С Подмосковьем взаимодействуем. У нас обширно развита кооперация в оборонно-промышленном комплексе, но наши оборонно-промышленные предприятия с предприятиями Королёва имеют разную специализацию и разную направленность. А вы не собираетесь, вот, я, конечно, понимаю, что, наверное, будет не очень корректно, но, тем не менее, там же называются космические отрасли, и сейчас в космос вкладывается много денег, как вообще все мечтают о космосе. Вы не хотите какое-то производство к себе утащить, допустим? Это вы знаете, мне кажется, когда мы говорим о серьёзных отраслях по размещению производственных сил, то такого рода размещения, они должны, конечно, проходить на федеральном уровне, то есть федерация должна определять. Ведь это же не только вопрос размещения производства, это вопрос образования. Вы же помните прекрасно, что у нас половина работающих на, так сказать, в Королёве, это выпускники, либо Бауманки, либо нашего, так сказать, Листеха, да? Ну, с Листехом там сейчас похуже. Ну, похуже, но всё равно половина, вторая половина, так сказать, была именно, образование получали именно там. И здесь очень важно, чтобы были профессии, которые люди могут получить образование. Ведь на сегодняшний день в космической, в ракетно-космической отрасли работают практически все люди, это работники с высшим образованием. Поэтому, конечно, должно учитываться всё. И здесь должна быть определённая, ну, шаговая доступность для того, чтобы, ну, сегодня, допустим, из Королёва, если автотранспортом добираться, то это, ну, я думаю, до вашей радиостанции часа два с половиной, не меньше. Ну, меньше, меньше. Сейчас электрички уже быстро ходят. Нет, я говорю, если автотранспортом добираться. Ну, это да, это правда. Мы обещали включить телефон 788-1070, код города 495. Звоните, спрашивайте. Роман тем временем написал, известно, что в Дагестане уровень коррупции зашкаливает. Как вы боретесь с этой бедой в Тульской области? И что у вас с коррупцией от Романа? Вот, кстати, да, ваш предшественник ведь из-за коррупционного скандала ушёл в отставку. Коррупция, это, наверное, коррупция, она присуща, к сожалению, всем чиновникам, вне зависимости, опять же, от вероисповедания и национальности. И для того, чтобы коррупционных фактов было как можно меньше, нужно выстраивать систему, когда участие чиновника в принятии решения минимально. И с одной стороны. И с другой стороны, это вопрос того, каковы могут быть последствия для этого чиновника. То есть, если последствия, неотвратимость наказания, безусловно, то, соответственно, чиновник всегда будет взвешивать. А какое наказание? Как в Китае расстреливать? Расстрел у нас на сегодняшний день. Но может иметь смысл? В отношении смертной казни. Вы знаете, я думаю, что мы можем с вами, наверное, подискутировать по вопросу смертной казни отдельно. Потому что я этим активно занимался, работая депутатом Государственной Думы. И я думаю, что вот так вот с наскоку такой вопрос серьёзно обсуждать не имеет смысла. Есть всегда у медали, всегда две стороны. Есть плюсы, есть минусы. Думаю, что те сроки, которые на сегодняшний день получают коррупционеры, это очень существенные сроки, которые, поверьте мне, многих останавливают. Но, с другой стороны, должны быть и условия, неотвратимость наказания, и должны быть достойные условия по жалованию чиновников. На сегодняшний день жалование чиновников, работающих в органах государственной власти региона, существенное. То есть, средняя заработная плата 50 тысяч рублей. И поверьте мне, что люди дорожат этой заработной платой. За последние три года, которые я руковожу органами исполнительной власти региона, у нас не было ни одного коррупционного случая. Очень надеюсь, что, конечно, такая возможность, к сожалению, может быть всегда. Очень надеюсь на то, что чиновники будут, которых мы подбираем и назначаем, что эти люди будут ответственны и будут понимать, что они могут нести существенную ответственность за свои деяния. Значит ли это, что в вашем окружении нет коррупционеров? Слушайте, ну, я очень... Знаете, я... У меня заработная плата, как губернатор, она невысока. 52 тысячи рублей. И все эти деньги я направляю в Яснополянский детский дом. Я и члены моей семьи, мы тратим существенные деньги на благотворительную помощь для того, чтобы развивалась Тульская область. Для меня моя служба губернатором, она не носит характер получения какого-то дохода. Она совершенно другие имеет цели. Это вопрос, действительно, реализовать, может быть, те возможности, которые есть у туляков, Тулы, Тульская область. Это великий регион с великими традициями, с великими... Регион, который родил великих людей. И мне кажется, что место Тульской области пока еще недостаточно высокое. И это как раз... Есть куда стремиться, да. Есть куда стремиться. Надевайте, пожалуйста, наушники. Давай. Обещали звонки, буквально пару, наверное, примем. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. День добрый. Меня Антон зовут. Я бывший житель города Олексина, Тульской области. Вот теперь житель Балашихи. Хотелось бы узнать, какие есть планы в развитии города, в частности, Олексина. Вот. И, соответственно, очень интересует вопрос, какие планы в развитии сельского хозяйства в Тульской области. Да, спасибо. К сожалению, Антон, вы выбрали Балашиху. Хотя, на самом деле, мне кажется, опять же, из Балашихи доехать до Москвы уже столько же, сколько, как от Олексина до Москвы. И в Олексине мы тоже развиваем как регион промышленный, как наш, в общем-то, регион-лидер. Думаю, что вы знаете о том, что был открыт новый завод по изготовлению пресс-форм для завода тяжпром-арматуры, на котором создано 500 современных рабочих мест. Это очень современное предприятие в Суходоле. Очень рекомендую, может быть, вы всё-таки тоже съездите, ознакомитесь с работой этого предприятия и примите решение вернуться обратно в Олексин. В сентябре месяце этого года мы завершаем полностью строительство стекольного завода, то есть будет открыта третья очередь и будет создано ещё дополнительно 300 рабочих мест. Ну и вообще развитие Олексина, оно у нас связано в том числе с развитием химического комбината. Это крупное предприятие, которым в своё время работало почти 12 тысяч человек. Это вот как раз градообразующее предприятие. Это федеральное казённое предприятие, которым руководит Алексей Рогозин, молодой современный директор. Ему досталось очень непростое предприятие, и он очень, на мой взгляд, эффективно... Это сын Дмитрия Олеговича Рогозина, да, но предприятие, которое ему досталось, он работает фактически антикризисным менеджером и живёт у меня в Тульской области. Он, его семья, трое детей, и я очень надеюсь на то, что у нас с ним совместно получится возродить ту былую мощь, промышленную мощь этого предприятия, чтобы появились дополнительные рабочие места, и мы с этим предприятием связываем существенные надежды на развитие города Олексин и в целом Олексинского района. Поэтому, Антон, возвращайтесь, тем более, что у нас в Олексине скоро выборы, в сентябре месяце будут местные органы власти, если вы активный гражданин, приезжайте, выдвигайте свою кандидатуру. То есть, видите, вы тоже из Москвы специалистов вытаскиваете? Я возвращаю, стараюсь возвращать своих. Мы будем конкурировать за эффективных менеджеров. 788-107-0, здравствуйте. Алло, добрый день, представьтесь, пожалуйста. Алло, добрый день. Да, как вас зовут? Владимир Семенович, это Олег. Вы знаете, для меня это Тульская область, родная область, вторая родина, я сам в Подмосковье. И у меня в Белевском районе мои предки, корни оттуда. Да, слышали? Да, да. Слышу. Вы знаете, прекрасный район, Чернозем, у нас же богатство, это земля. Как там сейчас? Я вот болею душой сельскохозяйства. Там это же золото, это Чернозем, там Гречиха была, там поля какие-то, коровы. Все понятно. Спасибо. Спасибо, Олег. Я вот совсем недавно, в пятницу был в деревне Ланьково, Белевского района, мы как раз спускали газ. Активно мы занимаемся развитием Белевского района, хотя это город, кстати, это для наших радиоведущих. Мы там не бывали, да. На 1147 года рождения. То есть, если вы посмотрите на карту России того времени, скажем, 500 лет назад, это один из пяти городов Тульской области, который тогда уже существовал. Он ровесник Москвы. Ну, это так, для понимания просто. И, к сожалению, действительно, Олег, у нас существенно, вот за последние 20 лет много людей уехало из этого района. Но сейчас мы, во-первых, восстанавливаем дороги очень активно, создаём нормальную транспортную инфраструктуру, газифицируем деревни для того, чтобы возвращать наших жителей обратно. В том числе для работы в сельхозпроизводстве. Сегодня эта отрасль становится эффективной, прибыльной, и всё больше желающих появляется. Мы работаем с теми владельцами земли или арендаторами, кто не работает сегодня на земле, для того, чтобы либо заставить их работать экономическими методами, либо, соответственно, чтобы они эту землю возвращали в сельхозоборот и давали возможность другим жителям себя реализовать. Владимир Сергеевич, у нас уже совсем заканчивается время, но много звонков есть. Позвольте, давайте последний звонок и попрощаемся. Крайний. Не хочется вас задерживать. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день. Александр, Подмосковье. В честь и хвала вашему гостю, если он заработал то, что он заработал чётным трудом, я думаю, что это так. И считает ли он нужным использовать заработанные деньги во благо региона, вкладывает ли он по ним благотворительность, что-то в развитие, например, дорог, например, учебных проведений. Поняли, спасибо. Александр, ну это те вопросы, которые вы затронули, это тоже вопросы благотворительности. А что касается вложений в Тульскую область, то вы прекрасно понимаете, что никаких вложений, интересов, кроме как интересов государства, у меня быть в Тульской области не должно. Не должно быть ни у одного человека, занимающего государственные должности, конфликта интересов. Поэтому здесь в этом смысле я ограничен. И всё, что мы делаем, вся благотворительная деятельность моя и членов моей семьи, она направлена на сегодняшний день на Тульскую область. Спасибо. Спасибо, губернатор Тульской области. Владимир Груздев был в прямом эфире Русской службы новостей. Приходите ещё. Удачи вам. До свидания. Русская служба новостей. Мы делаем новости.